Апроссоюз действия продолжает борьбу за врача-психиатра Шишлова Александра Александровича из города Астрахани, который осужден за то, что неправильно оформлял дневники в истории болезни. Итак, через два с половиной месяца после того, как шизофреника Елинского перевели с принудительного стационарного лечения на принудительное амбулаторное лечение, он, нарушая режим амбулаторного лечения, через два с половиной месяца убил полуторагодовалую девочку, свою родственницу, а также другую свою родственницу, племянницу, ранил ножом и при оказании сопротивления сотрудника милиции был убит. Естественно, это сколыхнуло общественность города Астрахани, естественно, было назначено расследование, и, естественно, нужно сделать кого-то крайним. Подозрение сразу упало на комиссию, которая дала разрешение на перевод с принудительного стационарного на принудительное амбулаторное лечение. Комиссия стояла из трех человек. Через какое-то время остался только один человек, то есть лечащий врач из этой комиссии, которого как раз и осудили. Сейчас он отбывает срок в местах не столь отдаленных. Профсоюз действия заинтересовал этот случай, потому что конкретно лечащий врач оказался на стакамье подсудимых, а все остальные оказались ни при чем. Итак, поехали. Ясно, что следствие пользуется формальной логикой, и все у них там получается логично. Естественно, подозрение пало на ту комиссию, которая отправила психически больного человека на свободу, где он и совершил это преступление. Ясно, что виноваты медики и следственные органы пошли непосредственно в психиатрическую больницу разбираться с этой комиссией, которая состоит из трех человек. Непосредственно из лечащего врача Шишлова, из его заведующего отделением, это Родионовой, и врача-эксперта этой больницы, Сераштанова. И вот из трех человек подозреваемых к обвинению подлежит только лечащий врач. Каким же образом? Ну, просто заведующий отделением и главный эксперт этой больницы сообщили о том, что именно врач, лечащий врач Шишлов их ввел в заблуждение. Представляете, врач вводит начальника отделения и главный эксперт этой больницы, у заведующего отделения 43 года стажа, а у врача-эксперта 35 лет стажа, и вот он их вводит в заблуждение. Вот я был заведующим отделением, и были такие молодые врачи, которые пытались там чего-то, меня в том числе, ввести в заблуждение. Но их вызывал и объяснял, поймите, вот вы начинаете свою трудовую деятельность, и вот вы видели вот это вот, на такой случай приехали пятый раз, седьмой, а я видел уже такой 100, 200, там тысячу раз такого не бывает, если они опять же пытаются меня ввести в заблуждение. Ну, невозможно начальника отделения с таким огромным стажем ввести в заблуждение. Но эти два врача со стажем, обладая какими-то начальственными функциями, вводят в заблуждение следствие. Следствию остаётся только найти мотив, зачем же врач ввёл этих двух таких уважаемых людей в заблуждение. Мотив нашёлся. Итак, Шишлов АА, являясь врачом-психиатром, допустил подлог действия из иной личной заинтересованности, стремясь извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное желанием облегчить свою трудовую деятельность путём уменьшения количества больных, создать видимость своей благоприятной врачебной деятельности и таким образом скрыть свою некомпетентность. Вот, оказывается, для чего все врачи лечат и выписывают больных. Ясно, для чего выписывают. Это просто, чтобы облегчить себе жизнь. Тут же у врача Родионова, начальника отделения, спрашивают, скажите, пожалуйста, а сколько должно врачей-то быть у вас на отделении? Она говорит, три с половиной по штатному расписанию. А сколько у вас есть? А у меня один врач Шишлов. То есть, вот этот врач Шишлов работает на отделении, на котором лежит 70 вот этих тяжёлых больных, и каждый день вводит свою заведующую в заблуждение. Каким образом? Ну, то есть, предпринимаете, да? То есть, пациент вот этот вот Елинский лежал в стационаре целый год. Ну, ладно, допустим, на терапевтическом отделении, когда в пятницу пациент поступит, и в понедельник его выпишут, и заведующее отделением, а что это было, кто это? А здесь пациент Елинский лежал на отделении целый год, с мая 16 по мая 17 год. Она каждую вот в допросе поясняет, что она каждую неделю подписывала и проверяла дневники, которые пишет лечащий врач Шишлов, но при этом она вот целый год находится в каком-то там заблуждении, потому что её лечащий врач вводил, вот вводил, вот она приходит, и он вводит её в заблуждение с утра до вечера, ну, не знаю, там, прячь этих больных или что. Плюс она должна совершать какие-то обходы, то есть, что там обходов, она не знает этого пациента, год лежит пациент, не три дня, год. Что за бред? Потом этот врач-эксперт, который тоже-доже выборочно это всё проверять этого товарища. Ясно, что он видит это, даже пусть он только участвует в этой комиссии, он увидит этого товарища уже целый, второй раз минимум, потому что они обязаны, и они это проводят для каждого, который лежит в принудительном порядке, находит, получает стационарное лечение, раз в полгода они проходят вот эту комиссию. Оставят его там, не оставят, переведут туда, или никуда не переведут, но они проходят раз в полгода. Получается, есть один врач Шишлов, на котором 70 пациентов, и вот каждые полгода, это 70 пациентов, он должен о них написать вот это представление на эту комиссию. Какой у него там умысел облегчить себе? Опять же, оптимизация, которая сейчас проходит в здравоохранении. В этом отделении никогда не бывает свободных мест, потому что пациенты ждут, когда же их оттуда, с одного принудительного лечения, перевернут на другое принудительное лечение. Там есть некоторые нюансы. Они ждут. А ждут почему? Потому что мест никогда нет. Он этим себе точно никак не облегчает. И когда вот эти следаки, вот так вот накопав, собрав вот эти все объяснения, пришли к прокурору, прокурор им покрутил виска, вас что там, дурак понюхал? Вообще, что здесь написали? Официальный документ звучит так. Читаем. Мотив меняемый Шишлова в виде иной личной заинтересованности при совершении умышленного должностного преступления носит предположительный характер и не подтвержден собранными по делу доказательствами. Вывод следствия о введении в заблуждение Сераштанова и Родионову, лечащим врачом Шишловым, является сомнительным. Ну, естественно, он сомнительный. Поскольку, согласно заключению экспертизы, в дневниковых записях истории болезни отсутствует описание положительной динамики, а из показаний Сераштанова и Родионова следует, что дневниковые записи они, оказывается, читали. Также прокурор указывает на то, что Сераштанов в своих предопросе показывает, что не обозначены пределы его полномочий в этой комиссии. То есть, он обозначен как председатель этой комиссии, но при этом все решается коллегиально. Ну и что, что председатель, как говорит Сераштанов, но зато вот я вот коллегиально все принимаю и введен в заблуждение. Возникает вопрос, кто писал этот приказ, на основе какого приказа не обозначены пределы. Предложено опросить главного врача этого заведения. Итак, следствие опрашивает главного врача психиатрической больницы Хрящева, доктора медицинских наук, и спрашивает, кто писал-то этот приказ о комиссии? Говорит, я писал в 15-м году. Ну, хорошо, а почему там не оговорено, вот здесь вот Сераштанов утверждает, хотя он и председатель комиссии, но что он там должен делать, не оговорено нигде, поэтому решения принимаются коллегиально. На что главный врач говорит, ну да, вот такой вот у меня приказ. Он спрашивает, а почему там фамилий никаких нету? Говорит, да что там, народ-то много, отделений много, зачем указывать? Там же указаны просто должности, которые должны присутствовать в этой комиссии. Ну и вот это все меняется, вот каждый раз новая комиссия, как это описывать? На что прокуратура делает такие удивленные глаза, и потом кричит этому в ухо, подкрепляя бумагой, идите исправляйте это все. При этом обращаются в Минздрав в Астрахани, и спрашивают, у вас что там вообще творится? У вас там какие-то комиссии создаются? Людей по этой комиссии лишают свободы, принудительно лечат, и никто ни за что не отвечает. Как так? И Минздрав в Астрахани издает такую интересную бумагу, где ключевое слово звучит. Вот такая вот у нас коллизия. А коллизия заключается в следующем, что как бы врачебная комиссия, которая есть во всех лечебных учреждениях, и психиатрическая врачебная комиссия, оказывается, это вообще разные комиссии, что вот эта бумага про врачебную, приказ о врачебной комиссии, не подходит под психиатрическую врачебную комиссию, что вот эта вот комиссия создается на основе Уголовного кодекса РСФСР 1988 года, который уже сейчас не действует, но вот такая бумага написана на основе недействующего документа, и вот они разводят руками и говорят, вот такая вот коллизия. То есть, представляете, все как складно, но виноват же врач Шишлов, кого еще сажать? Дальше обращаются в институт имени Сербского, и, соответственно, ставят перед ними кучу вопросов, по-моему, штук шесть. И вот они отвечают очень пространно на все эти вопросы, примерно там страниц 30 текста, и на все вопросы отвечают следующим образом, что все это основано на практике, не ссылаются ни на один какой-то нормативный документ, акт, распоряжение, еще что-то такое. Все там из практики. И возникает главный вопрос, а Шишлов-то вот в связи с этим нарушил хотя бы какую-нибудь инструкцию, закон или еще что-то? Нет, ничего не нарушил. Ничего не превысил. Ну, вот так вот действует, так вот из нашей практики. То есть, они говорят, хорошо бы, конечно, было бы сделать вот это, но это нигде не прописано. То есть, после вот этих всех экспертиз, после вот этих всех объяснений, получается, что никто не виноват. То есть, ничего нигде нет, никак это не регламентировано. На каждом этапе допущены какие-то ошибки, включая главный научно-исследовательский институт имени Сербского. Но надо кого-то сажать. И не найдя никаких мотивов у врача Шишлова, они начинают уже применять третью статью к нему, ну, надо же за что-то посадить. И вменяют ему халатность. А именно, изучая его дневники, выясняют, что никакой именно положительной динамики нет. То есть, нет положительной динамики, а врач направляет и как бы на выписку. То есть, из принудительного стационарного лечения на принудительное амбулаторное лечение. При этом и в институте Сербского, и вообще все вокруг объясняют, что как раз вот отсутствие вот этой динамики в течение года, которой наблюдался пациент в этой психиатрической больнице на стационарном лечении, как раз и говорит о положительном моменте. То есть, человек с диагнозом шизофрении, она у него прогрессирует. И вот этот эмоционально-волевой дефект, который у него присутствует, без него никак при шизофрении. И потом, если вам дать три таблетки аминозина по 50 миллиграмм, я вас уверяю, вы трое суток будете угрюмые и задумчивые, и, может быть, будете такие угрюмые и задумчивые в собственной моче сидеть все эти трое суток. Поэтому его не выписывали в пустоту. Его переводили из принудительного стационара на принудительное амбулаторное лечение. И вот его перевели. Его не выписывали под куст. За ним пришли родственники. Вы не представляете, у нас много инвалидов, которые находятся на попечении родственников. Эти родственники за ним следили. Он регулярно посещал участкового врача. И здесь возникает вопрос. Ну, а что было там? Давайте дальше-то разберемся. Итак, пациент был год под наблюдением врача Шишлова, без всяких изменений, без обострений. Потому что именно обострение этого заболевания выглядит следующим образом, как описано уже в этом же деле. Полистайте это все назад и увидите, как обострение у данного пациента выглядит. А выглядит следующим образом. Он ползал по асфальту нагишом. Он считал себя богом. Он бегал на длинные дистанции до изнурения. До изнурения поднимал тяжести, после этого ему становилось хорошо. Вот так у него выглядит обострение. А не то, что он сидит угрюмый и тому подобное. То есть, эмоциональный волевой дефект не надо путать с обострением. И вот с этим столкнулись как раз сотрудники милиции, которые задержали его следующим образом. То есть, они его били дубинками и стреляли из пистолета в живот. Вот я, как врач скорой помощи, оказывается, не знал, что так надо задерживать психически больных людей. Я их голыми руками обычно задерживаю, там связываю, фиксирую, это называется. У нас специально есть ремни. При этом я не стреляю из пистолета. То есть, там в деле он предупредительно выстрелил из пистолета и сказал, что там стреляю, там не стреляю. Вот психически больной человек, он совершенно по-другому воспринимает вот эти слова, там вот эти вот выстрелы. Он не сильно пришел нас спасать, а вы тут стреляете. У него же бред какой-то для него. Непонятно, что происходит кругом. Ну, вот так вот задержали и убили психически больного человека. И вот следователь Амирова, кстати, среди пострадавших, среди этих милиционеров есть Амиров. Вот почему-то это вот Амирова такая вот назойлива, и вот пытается посадить, и посадила врача. Может, между этим пострадавшим полицейским Амировым и следователем Амирова есть какая-то связь. Я не знаю, насколько это частая фамилия в Астраханской губернии. И следствие не видит никаких других мотивов. А вот я читаю это материалы следствия, у меня возникает следующий вопрос. Итак, представляете, да? Есть какая-то семья, у которой родственник, психически ненормальный человек, сидит где-то там в стационаре, и вдруг его выписывают. То есть, когда-то его там посадили в 2011 году, сейчас 2017 год, соответственно, его не было 6 лет. За эти 6 лет следующее произошло. Девушка вышла замуж, у неё появилось 2 ребёнка, они живут в квартире, там у них налаженный быт, и вдруг выписывают вот такой вот из психиатрического стационара, который сразу занимает комнату, сидит там, и опять же это из свидетельских показаний, с утра до вечера сидит там, курит, гоняет чефир, то лечение, которое ему назначено, не пьёт, то есть, там опять обозначено из трёх упаковок, которые были куплены ему для лечения, там всего выпито, ну, нету порядка 10 таблеток, то есть, из 75 дней, даже если он каждый день там какое-то время принимал, соответственно, 10 таблеток, нигде не работает, постоянно скандалит с матерью, и при этом ни у кого никаких мотивов не возникает. вот же он прям вот есть мотив, а почему по этому пути не пойти, и какой возникает момент, то есть, естественно, они понимают, что в прошлый раз он также не принимал лечения, колдырил, и совершил вот это, и его упекли на 6 лет, 11 и 17 на 6 лет, почему бы сейчас не пойти по этому пути, может, они просто не понимали, что это может быть не какую-то там женщину, как в прошлый раз со стороны, которую он у какого-то ларька зарезал, а вот конкретно, что их это коснется, то есть, получается, опять же же их показатель, они видели, что он не принимает лечения, принимает сильнодействующий препарат, ну, вот этот вот, который самовольно изготовляет этот чифирь, и за 3 дня до совершения вот этого преступления, они уже поняли, что с ним уже что-то не то, но при этом они ничего не сделали, они не вызвали скорую помощь, они не обратились к врачу-психиатру, при посещении врача-психиатра они не сообщали, что он не принимает лечение, может быть, здесь вот этот умысел, и вот на 3 дня у него там уже крыша едет, они это видят, но при этом у них у каждого свои дела, ну, ладно, потом это, что это такое, они что, не знают, что рядом с ними такое находится, и почему он прошлые 6 лет просидел, неизвестно где, в психиатрической больнице, с принудительным лечением, но этого мы не замечаем, мы видим врача Шишлова, которого надо посадить, но давайте подведем промежуточные итоги, и так врач Шишлова Александр Александрович, врач-психиатр из города Астрахани сидит, изучая материалы дела, мы там не нашли ничего, ни одного заявления, ни одного начальника, никто не сказал, что да отстаньте вы от этого врача, это мы, наша система научила его так работать, он работает так, как положено в нашей системе, он один врач на своем отделении, вместо трех положенных, и платим мы ему всего за одну ставку, а не за троих, за которых он работает, он ежемесячно поставляет таких 12 представлений, мы их все время просматриваем, и если бы не случилось вот такого момента с убийством девочки, все так бы дальше и продолжалось, и скорее всего дальше и продолжается, и что по стране ежегодно выписываются тысячи таких больных, и первые, кто попадает под колотушки этих психических больных, которые обостряются рано или поздно, это являются сотрудники скорой помощи, почему вы этого не сказали? Никто не сказал, ни из сербского не вмешалась ситуация, ни Минздрав Астрахани, ни врач городской больницы, вот они держатся за свои места, потому что возникает вопрос, а почему у вас вообще так это творится, где эти приказы, почему вы ссылаетесь на какие-то практики, никаких нормативных документов нет, но свое же место дороже, где вот эти ассоциации врачей, там имени Пирогова, то, что возглавляет Рошаль, где это, почему они отвернулись от этого врача, который просто находится в бедственном положении, и конкретно сейчас уже его посадили, а профсоюз действия продолжает борьбу за врача-психиатра Шишлова Александра Александровича. Как вы видите, рассмотрение этого дела выявило многослойность проблемы, это и трусость начальства, это и поиск крайнего и обязательного наказания, даже если он не виновен, это несовершенство вообще законодательства и непосредственно психиатрической помощи в нашей стране. Товарищи, те, кто неравнодушен, присоединяйтесь к борьбе нашего профсоюза за доктора. Это не только проблема этого доктора и не только проблема конкретно врачей-психиатров или конкретно врачей других медицинских работников. Это наша общая проблема. Сан Саныч, терпение тебе. Ну и будьте здоровы. А пока, пока. Продолжение следует...